Музыка А мы с Серёжей едем на Ивантеевку встречать Марину. Марина не в курсе, что я приехала. Будет ей сюрприз. В Ивантеевке не было лет сорок, наверное, точно. Прям город городом вырос какой. Какие дома? Уже давно, наверное, стоят дома-то эти. Да? Ну, в среду, в среду, в среду, в среду, в среду. Абсолютно незнакомый город. Вот и остались вот эти дома, наверное, с того времени. А фабрики-то работают на Ивантеевке? Да ты что, смеешься, что ли? Нет, да? А не офисы. Ясно. Тут всё, и Щелкова ничего не работает. Какие комбинаты были? А раньше были, да, комбинаты. Сколько тканей выпускали, одежды. Сейчас ткани никому, оказывается, не уезжают. Сейчас Марина приедет, и я её разыграю. Она никак не ожидает меня тут увидеть. Да, а я-то помню Ивантеевку. А, такую. Уж самое большое, это пятиэтажки были. А тут вон чего. Понавырастал. Ой, как же жизнь изменилась. Вот пришёл автобус. И я думаю, что она на нём сейчас и приедет. Так. Вот эти банки стоят. Ковры у них в погребе лежат. Тихо ты. А ночью у них каждый вечер после ужина в определённое время около входа в обитель собираются люди и ждут, когда монахи выходят с крестным ходом и идут вокруг вот этой вот обители с песнями. Вот можешь представить, если сейчас говорить, выйти на улицу март месяц. Какое небо? Ну, никакое. Там небо над этой пустыней. Я до сих пор просто... Я в шоке. Там небо как в августе. Вот так всё звёздами усыпано. И вот настолько звёзды, они прям низко висят. Так летом только бывает. Я нигде не видела. Мы были потом... Вот сегодня мы вечером были. До этого мы накануне вечером здесь. Я была. Таких звёзд не видела. Вот они идут... Монахи впереди. Они несут там иконы. останавливаются в определённых местах. Там делают свои... Я не настолько разбираюсь во всех их мероприятиях, которые проводятся. Это всё равно нужно глубоко верующим человеком и понимать это всё. Но это такое неизгладимое впечатление. Эти звёзды... Я даже видео своё сняла. И в одном месте... Не берёт ведь телефон небо и в темноте. Не берёт. Звезда одна видна. Вот прям видна звезда. Вот так вот. И вот они это всё проходят с песнопениями. Каждый день это происходит. И вообще там такая энергетика. Там такие закаты. Ну, не бывает. В марте я таких закатов нигде не видела. Я не знаю. Я всё равно убеждена, что там такое место совершенно иное, чем где-то. Так святые места не просто же так говорят. Нет, не просто так говорят. И вот люди приезжают туда. Мы... Я сегодня об этом снимала и говорила, мы не ценим. Мы в какой близости живём. А люди добираются. Одни с Ангарска приехали. Это Иркутская область. Другая женщина стоит и говорит, вот вы представляете, я приехала из Новосибирска, а сейчас, говорят, отменили поезда и самолёты. А вдруг там что? Я говорю, ну, это всё блатавнём. Он же до такой степени не дошёл. Ну, да. Не за границей. Я говорю, уедете. Но они добираются. Я говорю, а вы в самом Новосибирске живёте? Нет, 350 километров от Новосибирска. О, Господи. Человек едет сначала до Новосибирска, на самолёте летит сюда. Из Москвы добирается ещё как-то. А ещё я расскажу такой случай. Это вообще... Девушка жила с мужем уже 12 лет, и у них нет детей. Вот мы с ней познакомились, это буквально там, то есть это я не от кого-то услышала пересказ, а это вот... Они прожили 12 лет, и детей им Бог не давал. Кто её надоумил, сами ли решили, не буду врать, даже не было разговора. Они приехали в обитель. Приехали в эту обитель, и не было места. Там иногда паломников бывает столько, что негде ночевать. Там много гостиниц есть, домики специальные. Но они приехали, ночевать негде. И так волей судьбы она оказалась вдвоём с женщиной, им некуда поселиться. Они вообще вот просто не могут нигде остаться. Они пошли спрашивать к монахам, к тем, кто занимается поселением, там женщин очень много. Ну, сказали, ну, некуда вас поселить. Ну, оставайтесь в храме ночевать. И они остались ночевать в храме. И переночевали в храме. А мы сейчас с ней познакомились, она беременна, у неё уже так всё это заметно. Ну, то есть это уже больше половины срока. Мы спрашиваем, а где вы живёте? Я, говорит, вот здесь снимаю одноместный номер ко мне. Вот муж приезжает в выходные, свекровь меня навещает. То есть она живёт там много. Ну, сначала не понимали, почему она там столько времени проводит. А через некоторое время после этой ночевки, как они приночевали в храме, Бог ей послал беременность. Господи, вот надо же, бывает. Да. И она вот в благодарности, она просто не уходит оттуда. Она ходит на все эти крестные ходы вот каждый вечер. Там несколько источников, куда она ходит. И эта девушка через несколькое время, вот прям, ну, буквально, это всё недавно же было, она сейчас беременная, встретила вторую женщину, с кем она была. И поделилась с ней своей радостью, что она беременна. А та ей говорит, о чём я просила, тоже сбылось. Вот, когда такие вещи слышишь... Это вера. Да. Вот человек, знаете, как говорят, по вере вашей вам и будет дано. Вот как ты веришь, так тебе и будет. Но такие чудеса, я хочу посоветовать всем, ну, хотя бы раз туда надо съездить. Там такая энергетика. Я пробыла там вот сутки. Я у меня прям вот подпрыгиваешь. Так ты светишься вся. Мы проехали семь монастырей. Это, конечно, сказка. Я ещё потом про это что-нибудь расскажу. Ну, прям вот интересно. Что моя золотая? Что моя хорошая? Марина не велела пускать тебя в дом. Да. Да. Куры убежали сразу. Доброе утро, мои дорогие. Ветерочек. Иду подмазываться к собаке. Не знаю, что получится, но иду. Рич. Рича. Ричик. Гляньте, не орёт, а не выходит. Рича. 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 На тебе сухарик. На. Ой. 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 На. 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 Чего? На. Не ругайся. Не ругайся. Да. Ну, не хочет. Не хочет общаться. Ричик, 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 Ричик. Да. Да. Ладно. Ой. А сухарь грызёт. А то, блин, какой. Ой. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»